Итак, сегодня у нас пятое заседание Мишленовского семинара в Государственном институте искусства знания, а всего оно у нас 11-е, и меня зовут Наталья Рябчикова, я куратор этого семинара, который организовал культурно-институты искусства кино при поддержке Министерства культуры и Федерации и при поддержке наших замечательных партнеров Московской школы кино, театра «Резион» и, собственно, Института искусства знания, где Сергей Михайлович Зенштейн, собственно, работал, в том числе в последние годы его жизни, и одним из организаторов которого вообще он считается. И сегодня наше первое на сегодня заседание будет вести историю кино Максим Семенов, преподаватель Московской школы нового кино, который будет говорить об одном, а может быть, и несколько заодно, учениках Сергея Михайловича Зенштейна, чей голос, чьи реплики звучат, в том числе в сохранившихся в тенограммах лекции в Штене Седине 30-х годов, тех тенажраммах, которые вошли, в том числе, в книгу Владимира Нижнего, а в книге, соответственно, вошла в тот сборник, как, кстати, из Мишлейна в «Страткий курс», который мы подготовили, собственно, в рамках этого семинара, а теперь мы с удовольствием выступаем из Марсина. Спасибо большое. Тут кличка, а тут кличка. Так, нет, выродишь. Так, ладно, что-то интересное. Да, интересное. А, нет, подожди. А, все, я понял. Это же ровный, да, туплю. Ну, мы, кажется, это видим. Как уже сказала Наталья, сегодня мы поговорим не столько про Сергея Михайловича, сколько про одного из его учеников. Во-первых, признателен института искусствознания и всем почтенным институциям, которые сделали нашу встречу возможной. Логично было бы, изначально я об этом думал, поговорить про, например, связи Эйзенштейна и Палешова, потому что Палешов – большая моя любовь. Но в итоге пришел к выводу, что гораздо, может быть, разумнее было бы обсудить фигуру любого из его учеников. И я взял случай, который, с одной стороны, хорошо известен и отписан мемористами, с другой стороны, известен все-таки недостаточно, чтобы о нем поговорить. Например, история Кадышникова, которую, опять-таки, но мы к этому подойдем, Эйзенштейн считал одним из своих любимых учеников, не упоминается в двух из, по-моему, пяти относительно недавних русскоязычных биографиях Эйзенштейна. У Оксаны Булгаковой ее увлекательной книги и в этой критической биографии… Как его? Майкл Махоуни? Да, Махоуни. Ну, понятно, что Махоуни, он не специалист по кино, и его, скорее, породила Эйзенштейн. Он написал об этом книжку, не обязан был упоминать. Но для Оксаны Булгаковой это показательно, потому что, если вы перечитаете ее главы, посвященные Ивану Грозному, она все равно создает такую относительно благостную картину. В Алмате Эйзенштейн находился далеко от фронта, он был избавлен от всех тяга военной повседневности. Как пишет она, и вот он постепенно в этой атмосфере интеллектуально думал, пока там Гроссман чего-то делал, блокады Ленинграда, Сталининградская битва, а вот он в Алмате снимает Грозного, размышляет и постепенно создается высший дэвр. Если мы присмотримся к собственно Алматеевскому периоду, мы обнаружим, что он был гораздо более тревожным, чем может показаться из этой главной картины. Но тут никого не обвиняю. Понятно, что, когда мы пишем, часто нас ведут определенные идеи, и не все впадки в эти идеи вписываются. Как бы забавно это не звучало, поэтому что-то на монтаже приходится отсекать. Вот. Итак, Валентин Кадышников. Кто-нибудь слышал об этом режиссере когда-нибудь? Ну, понятно, что вы пришли, чтобы услышать о нем от меня, но тем не менее, вдруг вы когда-нибудь что-нибудь о нем слышали. Нет, это не актер. Валентин Кадышников, собственно, был выпускником ГИКа, любопытной фигурой. Возможно, вы видели его жену, поскольку она снималась у Якова Протазанова в фильме «Беспредательство». Собственно, актриса Алисова – это, на самом деле, его супруга. И, как говорят современники, вот, например, Алексей Симуков в своих немножко поверхностных мемуарах «Чертов мозг» спокойный был, некрасивый, но в нем была некая упругость, уверенная хватка во всем. Ну, участники, видимо, шикарно, слава богу. Собственно, сам Симуков называл Кадышникова жестким студентом, потому что чувствовал в нем натуру, смерть девкам. Ну, учитывая, что Алисова правда какая-то невероятно красивая актриса, возможно, Кадышников действительно был таким достаточно роковым персонажем. Родился он в 1911 или 1912 году. Тут наши данные разнятся. Собственно, и в конце 30-х годов был известен прежде всего как мультипликатор. Он, в частности, создавал кукол для фильма «Кто с козолотой ключик». Он выпустил, будешь здоровым, художником-постановщиком ряда мультипликационных фильмов в конце 30-х годов. И там у него были такие типажные обычно куклы-животки. Также успел проходить с Яковлевым Александровичем Протазановым на собственной воспринаде в качестве ассистента режиссера. Ну, учитывая, что главную роль играла его жена, вероятно, ему хотелось поработать ассистентом режиссера на этой картине. Опять-таки, самученики постоянно говорят о его смелости и бескомпромиссности, и считают его самым талантливым из учеников курса. При этом, ну, тут будет много мелкого текста, вам не обязательно его... Вам не обязательно читать весь этот текст. В любом случае, я его немного перестажу. Так вот, мы уже говорим о том, что кадрочник у звезда курса, он отличается, как кажется его однокаршником, невероятной смелостью. Но в то же время эта смелость и принципиальность иногда оборачиваются своей противоположностью, и для кинематографистов кадрочников казалось фигурой скорее неудобной и довольно неуживчивой. В частности, ну, представьте, вам выпала невероятная возможность. То есть вы ассистент режиссера Якова Александровича Тазанова. А Тазанов, если вы помните, это один из главных русских режиссеров. Ну, мы об этом немножко поговорили, но в разговоре предшествующий. Начало семинара. Тазанов, если вы помните, приходит в русское кино примерно в конце нулевых годов и продолжает снимать до 40-х годов. Наряду с такими тигурами, как Гардин, Бауэн и Черденин, это, в общем-то, создатели русского древолюционного кинематографа. Нам он больше всего известен, пожалуй, по фильму «Ай-Элита» и ряд таких сатирических, меланхонически-сатирических картин 20-х годов. Тут, прежде чем мы перейдем к разговору о кадрочниках, нужно еще напомнить, что в 20-е годы, и это могло несколько влиять на поведение Гардиншникова на съемочной площадке, Протазанов является главным противником Эйзенштейна. Вот подобно тому, как Сергей Михайлович, ну, Зигвертов со мной бы не согласился, но тем не менее, воспринимается как один из развозвестников главного вот этого нового прекрасного авангардного кино, которое вытеснит кино старое в ближайшее время, Яков Александрович кажется символом такого нетманского кинематографа, который смотреть невозможно. И если мы почитаем, собственно, Сергея Михайловича, его дневники, его заметки, его письма, мы обнаружим, что в 20-е Протазанов, правда, для Эйзенштейна такой жупель. Жупель, учитывая, что еще Протазанов, например, очень любил снимать в своих фильмах больших актеров, ему было интересно работать с актерами, и в фильме «Белый орел» он снял великого учителя Эйзенштейна Мирхольда. Ну, собственно, «Белый орел» – это практически единственная картина, в которой мы можем посмотреть, как Мирхольд играет. Поэтому и в то же время Протазанов очень сильно повлиял на творство Эйзенштейна, потому что если вы сравните картину «Дон Диего» и «Полагея», это такая колхожная комедия, ну, колхожных еще лет, крестьянская комедия 20-х годов и генеральную линию, изначальный вариант, вы обнаружите, что при всей непримиримой борьбе Сергея Михайловича у Якова Александровича «Добрый вечер» очень многое заимствовало прямо напрямую. Так что там есть такое абсолютное противоборство, как кажется, двух типов кинематографики, но которые за другом еще подглядывают, поскольку у Протазанова тоже довольно много, на самом деле, авангардных элементов в его фильмах 20-х годов. Вот. Кадочникову везет, он оказывается ассистентом Протазанова, у него важная задача, Кадочников, ученик Эйзенштейна, у него важная задача, он должен собирать фактуру, он, ну, как бы, распредельница, экранизация Астровского, он ходит по музеям, он смотрит на различные гравюры, визуальный материал, чтобы на съемочной площадке получилось посоздать атмосферу 60-х годов, 19-го столетия. И во время съемок между Протазановым и Кадочниковым происходит, ваше сообщение, конфликт. Собственно, об этом конфликте мы знаем по затронившимся, то есть, стенограммам Эйзенштейновских семинаров. Кстати, по этой стенограмме еще видно такое двусмысленное отношение Сергея Михайловича, потому что, с одной стороны, видно, что Кадочников вызывает у него невероятную симпатию, с другой стороны, он его немного подразнивает. Тут, пожалуй, я немножко сократил статус. Вначале Эйзенштейн говорит, что Кадочников редко бывал у меня на семинарах, потому что он стал большим режиссером, он вместо Протазанова снимает «Госпританицу», поэтому я не знаю, что вам сказать на мастерской. А вот давайте вы сами скажете, что у вас и как. Можно убедиться. Конечно, вынужден снять суждение товарища Кадочникова. Это режиссер, который поел постановщика, который вместо него делает картину и прочее. Но там очень много такого остроумия Сергея Михайловича Эйзенштейна. И Кадочников здесь начинает рассказывать, как он проявлял принципиальность, что он отстаивает безупречные положения. Эйзенштейн его возражает. Ну подождите, вы же там режиссер, постановщику картину сказали, что выбор или вы, или я. И Кадочников говорит, нет, нет. Ну как бы вот нужно оставить свою принципиальность. Наверное, в этом моя проблема. После чего Сергей Михайлович начинает указывать Кадочникову, что в общем-то нужно быть погибче. Вот может быть посидите над сценой, которая не идет. И это стопорит весь фильм. А даже если вы найдете решение, сценка в фильм не пойдет. Вот как-то на производстве все-таки нужно проявлять некоторую дипломатию. Мы останавливаемся на этом эпизоде, он довольно показательный, потому что это сыграет свою роль в дальнейшей судьбе собственно любимого ученика Сергея Михайловича. В то же время, несмотря на некоторую критику, Кадочников души не чает в своем мастере. Есть как минимум две истории, связанные с шаржами Нейзенштейна, которые вспоминают гик, случившиеся у Сергея Михайловича. Первый шарж – это Лысина Сергея Михайловича за Лысиной Сергея Михайловича, который поднимается над гиком и освещает его как солнце. Собственно, рисунок принадлежал Кадочникову. Это вызвало некоторый скандал, и Кадочникова обвиняли в том, что ну вот он нескопоконствует перед мастером. Ну, товарищ, так нельзя. После чего он нарисовал другой шарж, не менее казательный, не менее очаровательный. И там Сергей Михайлович время их не сохранило, поэтому тут. Можете почитать воспоминания Ростислава Юринева, замечательного киноведа, в те годы учившегося в детстве. На втором шарже Сергей Михайловича был изображен как такая курица-наседка, которая защищает своих студентов. Но тут уже руководство гика. А Эйзенштейн все-таки во второй половине тридцатых фигуры такая двусмысленная, хотя когда Сергей Михайлович не был двусмысленной фигурой, тут ни у кого возражений не было, и этот шарж вполне себе провисел. С правой стороны, можете прочитать отрывок из поэмы Луговского «Гурашнов», в котором, собственно, довольно точно, а вы должны понимать, что Луговской много общался с Сергеем Михайловичем, поскольку они работали на двух картинах, на Александре Невском и на Иване Грозном. И он, Сергей Михайловичем, неплохо знал. Вот. «Безотчетная повадка мысли, которую у нас второй зовется «животной мудростью», умово-стихийным, когда все правильно, сомнений нет, а жизнь летит в блистающем поток». Собственно, это описание, обратная сторона того, о чем мы говорили слайд назад. Вот это принципиально Скадочникова, который уверен, что он понимает какие-то вещи лучше даже, чем маститый режиссер, чем классик кино и готов отстаивать свою точку зрения вплоть до скандала. Опять-таки, на тот момент Скадочников больше известен как художник-мультипликатор. Вот он делает кукол, он сделал кукол для белокого ключика. Все уверены, что вот трестящий мальчик очень талантливый, и нужно дать ему какую-то постановку. И тут он снимает свой главный фильм. Это знаменитый, ну, условно знаменитый, фильм «Волшебное зерно» 1941 года. Не случайно выставил этот кадр после описания Шарджи Нейзенштейна, поскольку, о качестве фильма, мы скажем чуть позже, этот фильм легко прочитывается, как своеобразный пропускник. Как своеобразный пропускник. Дело в том, что картину Скадочников и его соавтор Фёдор Филиппов, но мы должны понимать, что начинающим режиссёрам часто давали соавтора, со-режиссёра, во-первых, чтобы они друг друга пристраковывали, но всё-таки одна из первых сказочных картин в Советском Союзе таких, откровенно сказочных. Тем более начинающие режиссёры, ну и, кроме того, время тяжёлое, а так по бумагам все заняты, нет людей, которые просто стреляются по студии и ничего не делают, и просят постановку. Так вот, вместе с Фёдором Филипповым и другими из учеников, но Скадочников не доводили. Собственно, другим учеником Эземстейна они ставят всю картину «Волшебное дело с зерном». И эта картина может восприниматься отчасти как такой небольшой между собой черт, поскольку в фильм они помещают шарж на Сергея Михайловича Эземстейна. Вот перед вами дед Всевед, или доктор Всевед, или дедушка Всеведушка, который, собственно, является прямой отсылкой к Сергею Михайловичу. Ну, вот здесь вы обратите внимание, с одной стороны, знаменитая мексиканская фотография Сергея Михайловича Экапусу, с другой стороны, я обращаю ваше внимание, справа кадр с одеждой дедушки Всеведушки. Вот дедушка Всеведушка вообще довольно странно одет. С одной стороны, он такой волшебник, который живёт в высоких горах, общается со своими книгами, со своими приборами, очень любит людей, потому что он смотрелся на их страдания, такой разочарованный интеллектуал в своей башне из слановой гости. И он занят тем, что изучает звёздное небо, ищет ту планету, где никто бы не страдал. Ну, как бы, покажи мне такую обитель, где бы русский мужик не страдал. При этом, ну, понятно, что он волшебник, он носит мальцию, обшитую звёздами, а под ней какое-то очень странное клетчатое одеяние. Если мы присмотримся к одежде Сергея Михайловича Зинштейна, например, в мексиканском путешествии, мы обнаружим, что это странное клетчатое одеяние тоже ещё один омаж явный к Сергею Михайловичу. То есть, если вы рядовой зритель, или ребёнок, вам это не очевидно, но вот для своих тут шутчики есть. И мудрый волшебник, который помогает главным героям справиться со всеми проблемами для учеников Зинштейна, для тех, кто участвовал в съёмках, был очевидным приветом мастеру. Надо сказать, что я не нашёл кадра в более-менее хорошем решении. Всё-таки волшебное зерно существует скорее, ну, в таком плохом качестве, но когда дедушка-псеведушка снимает свой доктор в шапочку, оказывается у него такой высокий лоб и большая залысина, как у Сергея Михайловича. Более того, в коллекции Государственного музея кино страница Шарша Эйзенштейна на самого себя, в котором он изображён в виде дедушки-псеведушки. Но тут я решил не перефотографироваться из книги, а в электронном варианте. Ну, это тоже, что-то, перефотографируешься с книжки и помещаешь презентацию. Электронной версии хорошей у меня не было, так что просто сходите в музей кино и попросите как-нибудь вам показать этот шарш. Надо сказать, что «Волшебное зерно» вообще-то это скорее неудачная картина. Вот я не десять раз повторил, что кадрочник учитается с большой надеждой и очень талантливым мальчиком. Мы это прочтём ещё потом на десятки слайдов. Но хороший он режиссёр или нет, поэтому фильму понять довольно сложно. С одной стороны, если воспринимать его как параэкспрессионистский пастыш с намёками Нейзенштейна, то в этом фильме есть хорошие монтажные фразы. В этом фильме очень много такого экспрессионистского и готического безумия. Вот, обращаю внимание, опять-таки, фильм есть в плохом качестве и колоризированном качестве. Тут я никак не буду комментировать. Мы можем обнаружить эту сцену. Главный герой входит в замок злодея Карамора, и странные существа с мышцы на милиции начинают склоняться перед ним. Тут же какие-то другие существа с лапами трубят в трубы. Потом мы посмотрим ещё пару картинок. Всё это красивенько, но при этом сюжет фильма вызывает некоторые вопросы. Дело в том, что Самуков, упомянутый сценарист, написал его на основе своих материалов для журнала «Крестьянка». Он писал про то, как жители разных республик Советского Союза борются за урожай. И вот у него была замечательная заметка о том, как жители с Украинской ССР отстояли урожай из сахарной свёклы, спасая его от мужиков-волгоносиков. По-моему, это было до войны, поэтому немножко фашистских захватчиков там не было, вот только жуки-волгоносики и крыши. И его так вдохновила собственная статья, что он решил написать об этом сказку. Собственно, если вы посмотрите фильм, вы обнаружите, то есть сюжет его просто три копейки. Есть какая-то очень бедная семья, которая пьёт чай без сахара и дома ещё у них и разваливаются. К ним приходит мастер на все руки и даёт волшебное зерно, в честь которого фильм и назван, и предупреждает, что вообще-то этих волшебных зерен в мире два. Второй находится у злодея Карамора в чёрном замке, и злодей Карамор обязательно захочет вас убить. Но не расстраивайтесь, дети, собственно, это маленькие дети, вы можете пойти к дедушке Всеведушке, и он, наверное, вам как-нибудь поможет. После чего злодей Карамор действительно узнаёт, что есть второе волшебное зерно. Я опускаю много подробностей, чтобы не совсем уж поверить. Но вряд ли вы это будете смотреть. Если будете, то правда лучший перевод. Потом я скажу, почему имею право так судить о картине. Так вот, значит, дедушка Всеведушке помогает. Злодей Карамор насылает на них полчища долгоносиков. Это, пожалуй, забавный момент. А мы можем показать кусочек из фильма. Нас так много. Я понимаю, что каждый ректор должен вести себя как почтенный бумер и не разбираться в компьютере, но у меня просто баг. И поэтому я всегда... Давайте тогда, раз уж нас так много, посмотрим кусочек. Вот видите, есть уже не полагодированная версия и просто версия в плохом качестве. Продолжения в разных странах. Да, да. Да, да. Да. Я помню... Продолжение следует... А. Давайте посмотрим, как зло распространяется по миру. Это живоглот подручный Карамора. Моя непобедимая армия, мой славный Довгоносич, ползите во все концы земли, отыщите второе зерно и уничтожьте его, но берегите с воды, она для вас бибель. Пусть все покорено, ты не дорога, праздник волшебное зерно, пусть не стоит, праздник, 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 праздник. Сейчас посмотрите, как они будут прятаться. Вот, все. Вы почетите, так что? Я думаю, что это выкладывали какие-то немецкоязычные поклонники Эйзенштейна. Ну, то есть нет, у оригинального фильма нет второго немецкого названия, его не показывали в «Пайройте» и ничего такого. Шланг его не смоткелось. Так вот, собственно, ну, мы убедились, что это любопытно, как минимум. Собственно, мальчик, девочка, Андрейка, Марико и дедушка-всеведушка побеждают улгоносиков при помощи поливания волшебного ростка. А мы все больше и больше начинаем понимать, что волшебное зерно – это большое сахарное стекло. После чего, собственно, Андрейка идет сродиться с Карамором, попадает к нему в плен. После чего его спасает чернокожий мальчик, раб Карамора. И главный герой вырастает огромную тыкву, простите, огромную сахарную свеклу, и дальше такой финал немножко в стиле мультфильмов про кукурузу, которую снимали при Никите Сергеевича Крущеве, потому что они раскалывают эту огромную сахарную свеклу. Тут же у них образуется новый прекрасный дом, достояние, сахарные головы, все цветет, все в арбузах и дынях, цветах. И они идут сажать дальше сахарную свеклу по всей планете. То есть, это не лучшая сказка на свете. Вот если кусочками смотреть не есть много смешного, если смотреть подряд, то это менее удачное кино. Но Симуков, уже упомянутый автор этого сказочного памфлиента, дает один из ключей к пониманию, почему, вероятно, этот фильм кажется, но помимо сценарной основы, не таким удачным. Он упоминает, что изначально руководителем клима должен был стать Сергей Михайлович Эйзенштейн, то есть не режиссером, а художественным руководителем постановки. И якобы Эйзенштейн говорит Симукову, что он понимает, что такое гротеск, он понимает, что такое сатира, а вот прям сказка, он понимает, поэтому отстраняется, и ребятам, понимая, помогает Пера Аташева, собственно, жена Сергея Михайловича Эйзенштейна. Но тут тоже статус первой сервины всегда немножко странный, потому что они жили с 30-е годы. Потом Сергей Михайлович долгое время жил со своей гражданской женой Тадешовой, михатовской актрисой, постановщицей, ну и потом в конце жизни они сошлись, собственно. При этом, если мы, опять-таки, внимательно посмотрим на риторации, мы обнаружим, что в них очень сильно влияние немецкого экспрессионизма. Более того, это может показаться натяжкой, тут я на этом не настаиваю. Если мы сравним некоторые решения замка Карамора с Паулем Лени и его фильмом «Кабинет восковых фигур» 1924 года, мы обнаружим явное скользкость. Собственно, почему это может не быть натяжкой? Дело в том, что Пауль Лени в своем «Кабинете восковых фигур» снимает, ну, там, такой сюжет поздно, снимает киновалы. Одна из которых посвящена Ивану Грозному, безумному русскому царю, и Сергей Михайлович Зеленштейн во время подготовки работы над Иваном Грозным смотрит копию «Кабинет восковых фигур» Пауле Лени. То есть это был какой-то тот материал, который его студентам был вполне известен. Таким образом, как сказка, правда, как вы смотрите, «Долгоносики» идут смешно, но, в принципе, смотреть на всеобщую радость по поводу огромной сахарной свеклы детских неловко. Если, конечно, душа вас не болеет за успехи сельского хозяйства, а так, в принципе, это будет. Но экспрессионерское влияние видно. Тут не очень удачный принскрин с Иваном Грозным правый. Если бы мы присмотрели, мы бы обнаружили, что это большая декорация, построена как такая круговая лестница, нечто похожее мы видим, собственно, в замке Караморова. Вот этот странный предмет на переднем плане – это волшебный фундук, в котором он держит второе волшебное зерно. Так или иначе, не обсуждая, насколько удачна эта сказка, мы должны признать, что она произвела, скорее, благоприятные впечатления на современных кинематографистов. Илья Трауберг пишет, что хорошее кино. Правда, видно, что они увлекались не столько сюжетом, сколько визуальной составляющей картины. И Карточников готовится снимать следующий фильм. Собственно, это должна стать постановка такой лироэпической казахской поэмы «Казык Арпеш и Боян Слу». Это где-то 13-14 века и история двух несчастных влюбленных, которые в финале не погибают. С автором сценария становится пероотаж. Опять-таки пероотаж в этом… Ну, понятно, что в случае Сергея Михайловича уточнение жена, оно не совсем корректно, потому что у него была запутанная личная жизнь, о которой я сейчас говорить не могу, потому что это не наша тема. И новый закон скрепляет уста моей печать. Так вот… А какой закон? Думайте сами. Так вот… Собственно, закон божий. Так вот… Что? Я думаю, вам всем уже 18 лет есть. Так вот… Пермоисевна, тем не менее, очень близкий друг Сергея Михайловича. И она очень близкий друг Кадычникова. Когда я говорю «очень», это не эфемизм. Они, правда, очень хорошо дружат. Опять-таки, она должна стать сценаристом этого фильма. Но тут происходят два важных события. Во-первых, изначально «Волшебное зерно» снималось в Москве. И снималось потом в Алма-Ате. И Кадычников приезжает в Алма-Ату. Ну, собственно, логично в Алма-Ате ставить фильм по казахскому эпосу. И тут студия вполне готова дать ему с автором, чтобы была совместная постановка. Опять-таки, я говорю, вполне нормальная практика. Меньше единиц болтается без дела. Все чего-то снимают. Но Кадычникова хочет снимать самостоятельно. Все-таки «Волшебное зерно» – это не столько фильм только Кадычникова, а этот фильм, который он снимал со своим сокурсиком Федором Филипповым. Федор Филиппов, например, детей выбирал, ставил какие-то сцены. Кадычникову хочется быть самостоятельным. Мы говорили уже о его неуживчивости, о его принципиальности. И он делает то, что любой молодой человек в его возрасте, вероятно, должен был начать делать. Он начинает искать правду и закидывать любое начальство, вплоть до министра кинематографии Большакова, довольно едкими письмами и требованиями ставить на его сторону и дать ему самостоятельную постановку. Поэтому не очень осмотрительно. Но Кадычников стоит на своем. Мы помним, что он говорил во время семинаров Эйзенштейнов. Какие недостатки у вас появились, появилась принципиальность. И вот давайте эту принципиальность проявлять как можно больше. При этом Кадычников не отвечает большим здоровьем. Надо сказать, что постепенно в Алматы начинается осень и подходит зима. В этот момент в городе большие проблемы с отоплением. Поэтому всех кинематографистов посылают на поиски дров. Студентов. Вот вы можете увидеть здесь цитату из Людга Румачилявича с оператора. Отправляют рубить дрова. Он там дальше не листал эту эндописку. Красиво описывает, как они ходили в скалы. Рубили огромный сосны. И где входили их в полмату. А кинематографистов посылают искать сексаул, низкорослый кустарник. Ну или, как выражающийся написан дерево, растущий на песке. Вот нужно заготовить некоторое количество этого сексаула. И в идеале вас посылают где-то на месяц на заготовки в колхоз. Ну, потому что нужно отапливать студии. Нужно как-то отапливать дома, в которых вы живете. Опять-таки, если в Москве условия относительно комфортно, и за исключением побежи города, то в Алма-Ате даже лауреаты в Сталинской премии живут в такой бывшей гостинице, которую называют лауреатник, где периодически меняют комнаты, где, в общем, не очень-то хорошо. Все остальные живут просто в таких огромных аппаратах или коммуналках и немного страдают. Вот, например, Дегверков слезает из Сылова и Женин Баратки и страдает довольно долго. В этом отношении, собственно, решение послать неудобного студента на поиски сексаула была вполне логично. Что происходит дальше? Тут, надеюсь, вы скажете, позволю себе зачитать отрывок из поэмы Луговского «Город снов», как я уже говорил, Луговской был свидетелем почти всех этих событий, поскольку его после мучительной смерти его матери из Ташкента называют Лумату, чтобы он помог Сергей Михайловичу в работе над сценарием Ивана Грозного. Сеанс закончился. Была картина с участием Гарри Купера из «Жизни миллионеров». Было все как нужно, отчетливо, умело и уютно. В конце концов, герой достиг всего. Когда толпа легко и выходила из кинопатрики, когда великий мастер легко отшучивался, и когда все вышли на хрустальный и синий холл, в тот самый вид подъехала машина. Но все уже ушли. И очень долгая вокзальная машина постоянно шофер ворча бродил по этажам, пока в столовой не добился правды, и вызвал комендантора. Принимайте. Освобожденные от фронта по болезни носили ящики различного размера, и между ними был забитый доски, тот перевернутый в дороге гроб. Поставили, немного приспеснялись к такой ошибке, принесли букеты, повесили некромок и портрет. Покойник был хорошим человеком. Такая юность в нем нещих пела, и ум, и тонкий жад, и все любили отчетливый и чистый русский профиль, и гордый нрав, и сдержанную силу, надежду легкую. Он был надеждой для мастера великого. Так просто ему все удавалось. Так нечестожно справлялась форма. Просто сопротивлялась форма. Просто рядом кричали вещи. На, возьми любую. Он был, как песня русская, он был ленительно талантлив. Больше всех любил его высокий трудный мастер. Но то есть для каточников, заготовки сексолога, как вы поняли, из-за этого поэтического фрагмента. Стихи хорошие, чтение так всегда, но сразу прошу прощения. Закончилось тем, что он умер. Там, где это правда кажется для восприятия Ивана Грозного и жизни в Алма-Ате довольно важным. О нем писали многие современники. Подробнее всего это событие описывает Ольга Наприбаум, Ольга Груцова, которая, собственно, она дочка Наприбаума, знаменитого подобного, но, я думаю, все знают. У них собиралась звучащая и раковина гумилёвая. Собственно, она была близкой подругой Луговского и свои воспоминания посвятила ему. Поэтому некоторые фрагменты, их, собственно, в некоторых фрагментах воспоминаний она прямо обращается к Луговскому. В этом фрагменте она пишет, что, собственно, Кадочников, как любимый ученик Эйзенштейна Кадочников, отправлен на заготовки Сапсаула, куда отправили и её. Она приезжает, встречает Кадочникова, который руководит в этот момент заготовками Сапсаула. И увидев ничего, он говорит, ну что вы, вы там заболеете, идите к врачу, вам дадут справку и езжайте обратно в Алма-Ату, как она и делает. Приехав в Алма-Ату, она обращается к Тихонову, это зам главы киностудии, которая образовалась в Алма-Ате, и говорит, что Кадочников там умрёт, потому что он очень больный. Кадочников действительно отличался слабым здоровьем. И если почитать письма той же Пермоисея Иблиоташева из Москвы Эйзенштейну, когда Кадочник ещё находится в Москве, напишет, что он очень худ, ну и слабо выглядит. На что Тихонов, очевидно устав от бесконечных жалоб со стороны Кадочников, которым принципиально важно встать в фильм, самостоятельно отвечает, что когда он умрёт, тогда мы его и похороним. Ну а пока как-то тревожиться не за что. Всё заканчивается максимально приятно. Собственно, тот досками забитый и перевёрнутый к дороге гроб, вспоминает она стихи Луговского. Опять-таки, надо понимать, что Кадочников не единственный студент из Эйзенштейна, который погиб в годы войны. Потому что несколько человек погибло на фронте, хотя Сергей Михайлович всех всегда отговаривал идти на фронт. Кадочников это, ну или там есть известная история, когда он студентов Алматинского военного училища препятствовал их отправке на фронт, всячески задействуя для съёмок Ивана Грозного и осрачивая их отправку на передовую. Так вот. Но именно смерть Кадочникова внезапно поразила кинематографистов. Люди, даже слабо его знавшие, начинают писать довольно мрачные тексты. Например, можно прочесть письмо из Спиришуп знаменитой документалистки, которая была тоже подругой первой сельной Аташи. В этом письме она описывает тоже… Спиришуп в этот момент находится в Алмате, она описывает смерть Кадочникова, ну, она называет его Кадочниковым опять-таки московское произношение, и делает несколько замечаний, которые позволяют лучше понять атмосферу вокруг гибели этого ученика. Во-первых, его объявляют героем трудового фронта, ну, человек, плохие героические, собственно, спирайший Сауль. Во-вторых, отказываются опубликовать вполне такую в советском духе, написанную статью Эйзенштейна. Если хотите, вы можете её прочитать, она опубликована в пятом томе его шеститомника, собственно, у советского… Более того, ходят разговоры, что есть иски тех, кому разрешено присутствовать во время похорон, как полагает Спиришуп, что, вероятно, боятся, что кто-то скажет лишнего. И, кроме того, похороны задерживаются, поскольку на станции Кадышников умирает на сборе Сапсалу, как я уже сказал, не могут найти вагон. Когда становится известно, что похороны задержаны, среди кинематографистов начинают ходить шутка, такое мрачное замечание, что, в общем-то, Кадышников даже мёртвый не хочет возвращаться на студию, на которую он был невероятно обижен. Об этом пишет Эйзенштейн, об этом упоминают и Сергей Михайлович Эйзенштейн в одной из своих дневниковых записей. Собственно, надо сказать, что на Эйзенштейнах мертв Кадышникова тоже производит довольно большое впечатление. Он начинает задумываться об умирающих и умерших. К Кадышникову он возвращается несколько раз в твоем дневнике, включая полудневниковую, полумемуарную запись в 1946 году, прошло уже четыре года после смерти Кадышникова, и он помещает его в список самых дорогих своих любимых, самых дорогих своих покойных, прошу прощения. В то же время, по записям Эйзенштейна, Эйзенштейн, тот же Луганской городе, снова обвиняет в некоторой суфости. Он проводит парализм, но, с одной стороны, лежит, собственно, гроб с учеником, не знающий об этом учитель, идёт по городу, отвешивает каламбуры и ведёт необязательные разговоры об искусстве. И в одном из мест поэм, вероятно, самым пессимистичным, описывает, как Эйзенштейн засыпает. Спит мастер, прочитавший книгу «Мира», и всё понявший, и давно уставший, отгородившись от своих открытий, пустыми шуточками, а, пожалуй, далёко мог бы улететь сверепый мастер, в коротких пальцах расправляя плёнку, но невдалёк другим, да и не нужно, его сейчас тревожить понапрасну, пускай себе глаза затрепших спит. А мог бы ровно на свете совершить великое, да не хватает воли. А воля двинула миры, гванула, камерка за хвосты, полетела над хаосом. В начале было слово. А слово – это воля, это образ, где чёрный гладиорский хит при душе. Попробуй образом закрыть полмира, простым, как смерть, и пожалеть людей, высоким хриплым голосом пророка. Не можешь – нет, тогда тихонько спит. Собственно, некоторая усталость и странную торможенность описывает в своих дневниковых записях сам Эйзенштейн. С одной стороны, он пишет, что может выдавить из себя необходимую эмоцию, когда нужен написать некролог неопубликованный. С другой стороны, он начинает, в его дневнике появляется мотив шизофрении, он пишет, что, подобно тому, как шизофреники не могут различать реальное и нереальное, ему кажется, что он перестаёт различать живых и мёртвых, и не так скажет быть о мёртвом, потому что они так же близки и так же далеки, как живые, и так же далеки, как были для него при жизни. Это мысль, которая появляется в дневниках. Собственно, вы можете её обнаружить в двухтомном издании Эйзенштейна недавнем, если оно у вас окажется под рукой. Он развивает запись, как я уже говорил, августа 1946 года, после дождичка в четверг. Это, наверное, большая запись, я не буду, я не перевёл её целиком, но здесь вы можете увидеть отрывок, где он помещает кадрыш Эйзенштейна на одну доску с всевозможным Мерхольдом, своим учителем, одним испанным дорогим для себя людей, Немеровичем Данченко и Хазби. Хазби – это другой ученик Эйзенштейна, погибший ещё в 1938 году, если мне не изменяет память о результате болезни. И дальше он повторяет мысли, которые записал сразу после смерти Кадочникова, о уши выходные и о том, что нет разницы между объективными образами и образами воображения, то, о чём бы он желал. И то, что он иногда ощущает, поскольку некоторые живые для него так же далеки, как мёртвые, а некоторые мёртвые близки для него. Опять-таки, я тут повторяюсь, но это повторение важно для понимания реакции Сергея Михайловича. И тут мы подходим, собственно, к завершению нашего рассказа и вправе задаться вопросом. Ну, хорошо. У Эйзенштейна был любимый ученик, который обладал, очевидно, скверным характером. Но кто не обладает скверным характером? Он снял один фильм, по которому мы не можем судить о его таланте. Хороший фильм, но, скорее, нет. Есть забавный момент. Мы все посмеялись. Зачем разговор об этой фигуре, которая заслуживает, но в лучшем случае, к собранию учреждений Эйзенштейна, мы говорим сейчас. Дело в том, и мы с этого начали, что Иван Горожный и Сергей Михайлович Эйзенштейна до сих пор вызывают множество споров и интерпретаций. Является ли эта картина про-сталинская или антисталинская? Как-то смешно считать ее про-сталинской, но, тем не менее, если мы обратимся к мнению шестидесятников, они находят, у классических шестидесятников они находили фильм довольно результат. Отпечаток этих мнений можно найти и в одной из недавних биографий Эйзенштейна у Кушнирова, и в замечательном сборнике «Эйзенштейн про и контр», который я вам сейчас советую, если, опять-таки, у вас его нет, если вас интересует Сергей Михайлович, где представлена интересная подборка текстов. Опять-таки, Эйзенштейн там очень проблематично, и, в частности, вы можете увидеть такую диссидентскую критику Эйзенштейна, как, в общем, провластного деталитарного художника. Я уже упоминал, что Луговской в своей поэме «Город снов» описывает довольно пессимистично сон Эйзенштейна, который не может взлететь, ему не хватает воли для того, дать голос безгласно. Тем не менее, поэма эта, если вы читали ее целиком, или если прочтете, что я, опять-таки, вам всячески рекомендую, невероятно оптимистично, и, несмотря на то, что он начинается со смерти любимого ученика Эйзенштейна и фиксации всеобщей беспомощности, постепенно Луговской подходит к тому, что герои поэмы все еще живы, а, значит, они возможны воспрямить. Услуж с ней ты выше всех и лучше, высокий мастер самой мудрой школы и осторожней, и неукротимей. Простые поднимаются деревья и любыми случаями достигают истерзанного горестного неба. На них висят, поникнов головами, помешанные ночью партизаны. Там, под Орном, за тридевять земель они молчат, но властно просят слово, а слово – это Бог. Опять-таки, Бог – один из главных персонажей поэмы «Город снов». Это как христианский Бог, так и языческое божество, и божество творчества. Луговской неоднократно к нему обращается. Тут, опять-таки, поскольку мы не анализируем всю поэму, я, кстати, экзотиратил, количество интересных кусков, их тут гораздо больше, кусков, касающихся Сергея Михайловича. И, тем не менее, Луговской приходит к мысли, что Эйзенштейн своим творчеством и все они, эти несчастные жители Алматы, которые сидят на тесных кухнях прокуренных и пытаются рассуждать про Микеланджело и варить в суд не очень понятно из чего, способны дать голос безгласам тем, кто стал жертвами века и не смог поэтому высказаться. У собственных кадрышников также оказывается одной из жертв века. И хотя я только что говорил про пессимистичное настроение Эйзенштейна, смерть, опять-таки, его подавила, он начинает писать, что вот это благостное шизофрение мертвое совсем рядом, тем не менее, в своей статье, впрочем, не опубликованной, опубликованной только в собрании сочинений, он вполне в таком советском духе начинает отстаивать права живых. Валерий один, многие болеют, многие страдают, многим нужна помощь, многим нужно понимание и участие. И сейчас, как никогда, в священном долгом нашем должна быть забота о человеке, забота о людях, которых война поставила на дальнейшее движение и сохранение кинокультуры. Ну, дальше там вполне студийная вещь, понятно, что это для студии писалось, но тем не менее, несмотря на все свое бессилие, Эйзенштейн находит в себе силы, чтобы говорить о необходимости заботы о человеке. И если мы обратимся, опять-таки, к Ивану Грозному, с чего я начал разговор об этом слайде, мы обнаружим, что… и начнем читать комплекс текстов, так или иначе связанных с этой картиной, мы обнаружим, что при всей скорости некоторых решений, опять-таки, первая часть Ивана Грозного, правда, вполне стилетарна, с этим сложно спорить. Эйзенштейн всячески подчеркивает, что, снимая это кино, он развивал не шекспирскую, не гамлетовскую традицию, то, в чем его впоследствии обвинил Иосиф Виссарионович Сталин во время знаменитого разговора по поводу второй серии, а традицию Пушкина. Пытаясь пояснить, что он имеет в виду, Сергей Михайлович замечал, что традиция Пушкина, традиция русской культуры – это плакать по умершим. Можно сколько угодно доказывать, почему те или иные жертвы нужны и необходимы, с точки зрения мировой истории, но русская культура, если мы говорим о русской культуре, прежде всего, обращается к слабым умершим, тем, кто не может возмыслить свой голос и тем, кто должен голос обрести, чтобы свидетельствовать о себе в будущем. У меня все. Если будут вопросы, с радостью на них отвечал. И вроде даже уложились. – Можете, кто-нибудь? – Да. – Мы не можем предъявить своего таланта к фильму, но в том, что он не может его делать, то есть у нас есть еще немножечко его материала. – Ну, как автор, как автор кукол, он хорош. Как автор мультфильмов, скорее, тоже. Я не поклонник, но мне понравилось то, что я увидел. Даже если мы посмотрим на отдельные эпизоды в волшебном зерне, там, где мыши двигаются, долгоноски ходят, это правда здорово, хорошо придумано. Опять-таки, я не случайно поставил туда стату из воспоминаний сценариста. Я вполне допускаю, что Сергей Михайлович не очень понимал, как работать со сказкой, и их этому не вполне научил. Потому что в те моменты, когда им нужно показать экспрессионал, они хорошо его донят. А там, где нужно показать детские приключения, но это все смотреть довольно невозможно. Ну, как бы, это, правда, все тяжело сделано. Опять-таки, нет в фильмах хороших и плохих. Есть фильмы, сохранившиеся и не сохранившиеся, но дело в том, что автор Кадышникова Федор Филиппов – это мой двоюродный прадед. И, как бы, это я видел в детстве. Моя бабушка вспоминала, что они смотрели какое-то кино, все, что она из него помнит, это то, что там перечайт Старкера в приглядку, а все остальное она не запомнила, потому что это было не вполне уже интересно. И когда я в детстве этот фильм увидел, я вполне согласился с мнением своей бабушки. Вот, несколько раз его пересматривал. Правда, много смешного, но это довольно важно. Ну, знаете, там странно, они пьют чай, на каком-то каравайчике маленьком лежит кусок сахара, который они уже велеют, их тетя им не дает, а потом у них дома разрушаются. В общем, такой немножко гениальная идея. Такой вопрос. Ну, сама фигура Эйзенштейна, она постепенно меняла оценки. То есть, когда-то Эйзенштейн считался мастером, потом он разоблачался и потом снова становился мастером. А как вы думаете, сейчас Эйзенштейн мастер или сейчас больше идет, ну, люди отвергают? Ну, смотрите. С одной стороны, Сергей Миталович не вошел в первую двадцатку, новый список сайт Эйзенштейн. С другой стороны, я быстро скажу такую историю. С другой стороны, в сутки он вошел. И Эйзенштейн повлиял на огромное количество режиссеров французских и американских. Его приемы используют кучу фильмов, и с ними знакомые даже люди, которые не видели там Реноса Потемкина или Иван Грозного или Александра Невского. Мотивы из Александра Невского используют эйзертор. И наряду с Сергеем Мактебринчем Балабановым, Сергей Михайлович Эйзенштейн, человек довольно мирный антивоенный настрой, оказался в компании тех режиссеров, при помощи которых принято обосновывать окружающую нас реальность. Тут я выбираю наиболее мягкую формулировку, потому что кому-то мил поп, кому поп, кому поп, кому дучит. А это все свидетельствует о большом влиянии Эйзенштейна. И, собственно, в сотню он вошел. И мы живем в мире, который во многом аудиовизуально создан Эйзенштейном. Это невозможно отрицать. Но также спецшук, например, и Хулешовым, и Верковым. И так же Эйзенштейн, и Кудовкиным. Могу бы сказать, если не продолжать, там много хорошей режиссерами было. Фигура самого Кадышникова не стала ли в продолжении он в Пушинской традиции, о которой пишет Эйзенштейн? В том смысле не в Кирианстве от Дуэли? Нет, я сочу. Смотрите, но мне кажется, но тут это уже спекуляция, что Кадышников, при том, что я попытался показать эту проблему с разных сторон, потому что для его начальства я никого не оправдываю, но он, правда, был неприятный, неужившему человеку. Тебе дали постановку, согласись, там уж вы вместе решаете. Бывали случаи, когда и Эйзенштейну давали с режиссеров, а он договорился и сам снял Александра Невского, хотя там, в общем-то, Васильева ему давит пара. Вот ты неуживчивый, ты ходишь там, качаешь права, ну вот поэтому посиди, комиссионер на Саксамуле. С другой стороны, для Кадышников, безусловно, он был ответственен за культуру, за высокую культуру, которую ему учил Сергей Михайлович Эйзенштейн. Поэтому он был сам таким образом. И в этом отношении Кадышников может быть продолжатель, ну, не пушкинской традиции, но какого-то благородства. Опять-таки, поскольку он умер на заготовке Саксаула, и эта смерть поразила всех гораздо больше, чем смерть кого-нибудь из учеников Эйзенштейна, тогда, мне кажется, меня поправит, если ошибаюсь, на человеке пять погибло из мастерской, может быть, даже больше во время войны. Но именно Кадышников остался такой коллективной травмой суверенеть. Вот к нему они обращаются. Собственно, для них это тоже была история о том, как система с жопой принципиального человека там, где, в принципе, можно было бы без смертоубийства боитесь. То есть там можно еще по... Да-да-да. Тут есть, на самом деле, я не помню, поэтому если читали, обязательно читайте. В итоге портию не сняли, который Кадыш готовил? А, нет, не сняли, да? А сценарий не сохранился? Или какие-то там где-то? Слушайте, насколько я понимаю, я шла в подготовительном периоде мне не попадалось на сценарий. Все, пожалуйста, это? Это то, что сначала не работает подажа. Мне кажется, что можно спорить портию, с точки зрения первая, когда выходит партия Эйзенштейна, у меня, допустим, на жизни что-то там есть. Мне кажется, что там вот прям заточенного это нету. Но я настаиваю... Может, было бы, я не знаю, приличности Кадышника этот сценарий причесывать и понять, что бы у него дальше было. Ну, как бы, такая некая фантазия. Слушайте, там все равно-то, Акашу, в сценарии, мне кажется, тут показательнее были бы письма. которые еще не опубликованы. Потому что, опять-таки, в архиве Аташвы сохранилась статья Кадышникова, из которых мы и можем судить, насколько он был неужидчивым и неудобным человеком на студии. Он еще и описывал. Ну, вот они еще не опубликованы. Если решите заняться, вот вы знаете, куда идти. Угу. Угу. Ну, что, еще вопрос? Угу. 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 Один не может знать всего до конца, и даже вместе мы еще не знаем всего до конца, но работая вот так вместе, работая, основываясь на каких-то книгах, статьях, высказываниях друг друга, мы продолжаем строить это здание вешеноведения, я бы так сказала. Сегодняшний наш семинар лишь один из кирпичиков, мне кажется, очень важных в этом здании. Спасибо.